Строительство первой технологической линии завода «Арктик-СПГ-2» практически завершено. Сейчас ведут работы по консервации резервуаров хранения сжиженного природного газа. Для чего это нужно и когда будет запущен завод, расскажет Тарас Кучеренко. Это уникальные кадры. Одна из последних возможностей увидеть резервуары хранения сжиженного природного газа завода «Арктик-СПГ-2» компании «Новотек» внутри. И как только их закроют и заполнят азотом, попасть в резервуар будет невозможно. Плоть до конца всего срока эксплуатации в течение 25 лет. Специалистам необходимо провести консервацию, чтобы гарантировать сохранность оборудования. Это также создаст сухую неагрессивную среду, для чего внутреннее пространство и продуют азотом, тем самым уменьшая содержание кислорода. Содержание кислорода внутри резервуара должно быть не более 9%. Наши резервуары очень большие. Есть полости, в которые азоту будет сложно проникнуть. Поэтому мы будем продувать наши резервуары, пока концентрация кислорода не достигнет ниже 6%. На одной технологической линии расположены два резервуара. Каждый высотой почти с девятиэтажный дом и объемом 115 тысяч кубических метров. Чтобы заполнить один, азотом потребуется около 6 дней. А чтобы снизить содержание кислорода до необходимых требований, продувка займет 3-4 недели. Сейчас резервуар находится под непрерывной продувкой с сухим воздухом для предотвращения попадания влаги. После продувки азотом резервуар будет законсервирован под небольшим давлением 300 милибар. И в таком состоянии будет находиться у самого момента уже ввода СПГ на Гданском полуострове уже. Резервуар Арктик СПГ-2 уникальный тем, что впервые в индустрии, в мире, внеобранные резервуары СПГ выполнены внутри железобетонных отсеках основания гравитационного типа. Первую из трех линий по производству сжиженного газа на основании гравитационного типа запустят в конце этого года. Каждая будет мощностью почти 7 миллионов тонн в год. Завод Арктик СПГ-2 компании «Новотек» возводит по инновационному модульному принципу. Линии сжиженного газа собирают в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском на специальной плавучей платформе, которая пойдет по морю к месторождению утреннее на полуострове Гдан, где завод по производству сжиженного природного газа будет работать. Тарас Кучеренко, Андрей Сапегин, Вести.